Процесс завораживает, смахивает на модную сегодня антистрессовую терапию. На самом деле это кропотливая ручная работа. Сыроделы группы компании РИАД могут делать совершенный по форме и вкусу продукт, почти с закрытыми глазами. Берем с вами шарик моцареллы. Добавляем туда сливки со строчетелой. Потом мы завязываем. И получается у нас вот такой мешочек. Называется это Бурата. К сыру здесь относятся не иначе, как к живому существу. Сначала он как младенец пахнет исключительно молоком, но со временем обрастает нравом и собственным характером. Очень интересно получается, прямо сказочно, что молоко утром к нам пришло в виде молока. Налили его в сыроизготовитель, сделали пастеризацию, охладили. И буквально через 5 часов у нас с вами уже готовые головки сыра. Но естественно, этот сыр еще молодой, без вкуса, без запаха. Просто имеет молочный вкус, молочный запах. Он достаточно мягкий. И через месяц какой-то сыр, через месяц, какой-то через 2 недели. Допустим, наш пармезан с 8-месячным сроком созревания мы сейчас продаем. Надеемся, что к зиме, к весне будет уже и годовалый, а так далее, и полуторагодовалый сыр у нас начнет созревать. Да, у каждого сыра свой срок созревания. И срок созревания не просто, что мы так хотим, а это его технологический процесс – созревание сыра. На изготовление сыра у Риата уходит от 3,5 до 4 тонн молока в сутки. В этой сыроварне на 600 литров готовится полутвердый сыр фонталь. Специалистам необходимо быстро собрать все зерно в формы, а сыворотком слить. Сейчас мы формулировали зерно в формах. Мы слили его из сыроварни, выставили, как видите, на стол. Сейчас в течение дня этот сыр будет переворачиваться несколько раз для придания формы, и чтобы сыворотка отходила от зерна получше, быстрее. Завтра с утра он пойдет в рассол приблизительно 12-16 часов. Из рассола затем он вынимается и сушится на стеллажах. Срок созревания у него от месяца и выше. Риат на сегодняшний день производит сыры на любой вкус. У ивановского покупателя есть свои фавориты – сыр выдержанный и пармезан. В планах и дальше баловать клиента изысками. Задумок впереди очень много. Хочется, скажем так, и все-таки довести до ума наш сыр пармезан, который будет с сроком созревания и два года, и больше. Хочется произвести сыры смытой корочкой, хочется со слизью. Но больше всего мне хочется произвести сыры с плесенью. Это белая плесень и голубая плесень. Я училась у итальянцев на эти сыры с белой и голубой плесенью, у французов. Но пока сейчас мы дорабатываем, что будут отдельные помещения, потому что этот сыр делается только в отдельных помещениях, чтобы не было заражения всего, как говорится, сырного производства. Риат со своим продуктом станет участником второго фестиваля сыра. Там привезут практически весь ассортимент. Молодые с чесноком и чили, полутвердые, качота, мантазия, фанталь, выдержанный и пармезан. Также на ярмарке можно будет продегустировать риатовские новинки – плавленый сыр и сыр строчителла. Участие в фестивале примут порядка 20 сыроделов. Больше половины из них – производство Ивановской области. С 2018 года действует программа льготного кредитования. По этой программе молочные заводы, которые планируют модернизацию, строительство, покупку нового оборудования, могут получить кредит на срок до 8 лет под процентную ставку до 5% годовых в рублях. Этой программой у нас воспользовался завод Ивмолокопродукт в прошлом году. В этом году они запускают творожный цех. И вот как раз Пучерский сырзавод тоже рассматривает вероятность получения кредита по льготному кредитованию. Фестиваль сыра состоится 7 сентября у торгово-развлекательного комплекса на проспекте Строителей. Открытие ярмарки запланировано на 11 утра. Чтобы успеть все продегустировать, лучше прийти к началу. За качество своего продукта сыровары готовы ответить лично. Елена Белова, Антон Осипов, РТВ Иванова.